хабари и хабари и здорово и шалом ну что наша тема сегодняшняя женщина африки какая ее судьба вообще какие у нее возможности когда вы рассказывали о миссии о том что вы делаете как вы обучаете последователей но я бы сказала миссионеров таких которые хотят поехать так же как и вы перевернуть мир к лучшему да то есть кстати обратите внимание что это возможно это возможно да это вполне возможно сколько вы уже лет туда ездите но мы не ездим туда много лет мы были всего лишь на полгода у нас да мы были всего лишь один раз и вообще изначально наша затея была такова что мы мы хотели поехать на год туда и потом когда мы уже приехали туда и когда мы начинали узнавать о том что там есть местные пасторы лидеры церквей которые вот с которыми мы познакомились что бог вообще удивительно делал все что он этим людям во снах показывал что они встретят молодую пара да они встретят молодую пару с белым белую пару с маленьким ребеночком то есть мы в вообще в нашем городе наверное там вообще единственное я никогда не видел маленьких детей у нас городе и и вот когда мы начали узнавать увидеть эти все вот вещи мы уже относились к этому немножко по-другому потому что но мы начинали понимать что скорее всего у бога вообще какой-то другой план есть в отношении нас и в отношении того что мы там должны находиться и что мы там должны служить и мы начали уже задавать вопросы присматриваться к людям уже и и задавать вопросы не такие которые задают когда ты приезжаешь туда на неделю или на полгода или на год задавать вопросы которых уже ты задаешь когда ты готов остаться туда уже на долгий срок времени и так мы пришли к мысли спустя множество множество событий мы пришли к мысли что мы готовы кении африке минимум посетить три четыре пять лет чтобы вообще сделать все что мы увидели что нам необходимо сделать и что мы можем сделать как семья и как как миссионеры потому что когда человек при миссионер эту работу которую можно организовать там с точки зрения служения поддержки поддержки помощи людям миссионерам которые там находятся церквам которые там находятся потому что основная проблема которая там существует это очень слабый уровень образования случай слабый уровень образования как и в христианских различных дисциплинах там в богословских практическом служении так и вообще в принципе светском потому что ну это стоит вот самое на пост на самой последней отметке в тени и вообще стоит образование тем образование и отсюда растут все остальные проблемы потому что у людей нету широкого взгляда они не умеют вещи анализировать они не умеют вещи сопоставлять они не у них не развивают логику поэтому вы едете сейчас на долгий срок и ищите команду с кем это все воплотить вот именно обучение развития до инфраструктуру развитка скажем тогда ухода будем заправить школу общее образовательную школу с уклоном на то чтобы они знали священное писание будем также это будет христианская школа христианская будет школа на английском языке 1 практически по последнюю полная школа три школы в одной на английском языке потому что в кении чтобы пройти образование это может быть только на английском они не учат на другом языке и будем учить пастыре их семьи им как как вообще вы будете учить даст и пастырей и и епископов местных потому что где более населённые городские такие места люди более-менее могут кто-то читать кто-то писать может но в местах отдаленных от городов где мы в основном работаем а мы работаем на северо-западе кении туда ближе границы к уганди на горе угон то огромная гора и с нашей стороны вот где мы работаем люди на горах они практически не могут не читать не писать женщины подавно потому что мужчина хоть как-то иногда выезжает в город попадает и может какие-то возможности у мужчины и были для женщин там вообще очень сложная ситуация и мы будем образовывать при школе этой которую мы будем строить образовывать людей будем учить их читать будем учить писать их а и для этого нам нужна команда конечно дорогие наши радиослушатели и зрители которые подключились через фейсбук я вижу на машут ручками приветствуем вероника анна ольга вижу спасибо спасибо вам вам тоже мы машем на а напомню номер прямого эфира если у вас есть вопросы кстати на кенийском спасибо будет асанте сана асанте сана большое спасибо санте сана так надо запомнить на самом деле свахили очень легкий язык но мы пока вот давайте сейчас номер телефона озвучим вдруг кто-то захочет вам присоединиться прыгнуть к вам самолет узнать у вас все про визы узнать все про прививки узнать все про то где жить как же что есть что брать вы же полном доступе сколько месяца вы еще здесь вы же в октябре октября месяца октября до октября полном именно в америке в америке и не в портланде а в америке до октября да поэтому сейчас через фейсбук конечно вы сможете их видите находить всегда но именно сейчас я озвучу номер телефона нашей студии чтобы вы могли писать сообщение чтобы могли задавать вопросы в чате позвонить к нам и мы возьмем звоночек обязательно номер 971 319 1130 повторю еще раз 971 319 1130 и также конечно же сейчас озвучим номер телефона и либо оли либо гунтер со любой скажите номер телефона кто помнит наизусть свой но давайте я свой скрывай скажут наверно для как мой номер телефона 916 это сакраментовский код 916 728 80 92 80 92 916 728 80 92 спасибо гунтерс все могут звонить все могут писать если вы захотите поддержать миссию если вы захотите принять участие задать вопрос и вопрос может кого-то направить может быть вы видите молодежь вот на самом деле при причем перейдем к теме о женщинах сколько на самом деле сейчас молодежи которые хотят реализоваться им бы направить потенциал да правильно вот реально видеть результаты плоды я видела очень много здесь в америке к сожалению потерянной молодежи я не знаю вот как-то их не радует не вдохновляет и вот я вижу что родители часто отправляют в мексику еще куда-то на служение с миссиями в израиль отправляют но почему бы не отправить кению почему бы не отправить на на самом деле это вот то что вы ксении затронули это очень хорошая практика потому что мы уже не раз и не два видели вот в течение этого полугода мы видели разных людей которые приезжают в кению и даже есть в одной из здесь крупных американских церквей есть целая программа посвящена тому что они берут молодежь вот как говорят вот такой проблемная молодежь вот дурная молодежь то есть у них нету тормозов ищущая молодежь да что раз это будет да пусть это вы так но как правило вот к ним относятся ну вот именно вот так вот то есть у них нету никаких тормозов граница не хотят ничего нету вот их вывозят в третью страну мира они по сути выезжают туда как на экскурсию как на поездку то есть они приезжают они находятся там вместе с миссионерами которые там что-то делают работают они участвуют в этих программах кто-то как наблюдатель кто-то в чем-то на самом деле участвует свою руку прикладывает и потом когда они возвращаются уже сюда обратно они вообще думают по-другому потому что среда культура в которой они находятся проблемы социальные проблемы общественные различные проблемы которых они видят там эти все вещи они просто приводит человека ну в чувство скажем а вообще вот готовы взять и кураторство за какую-то молодежь или за тех желающих которые захотят к вам присоединиться конечно я хочу сказать я хоть конечно мы хотим мы готовы нянчить но мы хотим помогут да говорим да но мы хотим эти это видеть как партнерства здесь с местными потому что наша задача не находиться здесь в америке а если мы будем находиться здесь в америке и мы чересчур много скажем так но будем отираться здесь в америке мы не сделаем там ничего наша задача чтобы мы мы могли там повлиять то есть есть здесь появится какая-нибудь церковь община который здесь с америке готова организовать подобные туры поездки организовать эту молодежь предоставлять им предварительную информацию что-то им говорить нам сотрудничать чтобы нам сотрудничать потому что в реальности это ну нам будет вдвоем это будет нереально сделать нужно так давайте прежде чем поговорим о женщинах какие вообще планы у вас для вашей миссии вот планы и нужды давайте наверно прежде чем перейдем о женщинах конкретно вы же понимаете так как я организатор и помощник ольга нищенко в сфере женских служений да то мне конечно же женщина очень интересует но прежде чем перейдем к женщина которые интересуют не только меня вообще женщины всего мира они объединяет мне кажется и они вдохновляют правда женщины способны вдохновить они способны вдохновить и разрушить это мы поговорим об этом обязательно но вот прежде скажите о миссии что вы планируете какие ваши планы и скажите что вам для этого нужно Потому что, когда мы провозгласим, поверьте, информацию мы передали, и к вам придут, и люди, и источники возможностей Господь вам пошлёт. Вот давайте мы озвучим планы. Наши планы. Вот наши планы на самом-то деле, они, пусть вот, учитывая того, что мы всего лишь были полгода, мы полгода были в Африке. Но видение появилось. Да, у нас появилось видение. Поэтому мы едем назад. У нас появилось видение, и это видение на самом-то деле, оно, я надеюсь, оно затронет многих людей, потому что оно состоит из множества частей. Первая часть, которую уже затронула моя жена, это образование, это школа, потому что вот буквально с нами произошла интересная история. Я попытаюсь длинное сделать очень коротким. Когда мы молились за одну церковь в горах, Бог мне показал видение, что рядом с этой церковью стоит школа. Я реально увидел школьное здание, большое школьное здание, которое стоит рядом с церковью, просто на пустой площадке. И когда мы позвонили нашему епископу, под которым находится эта церковь, мы ему начали задавать вопросы вообще, что в этой местности происходит с образованием. Он нам сказал, в радиусе 10 километров нет ни одной школы. Около тысячи детей школьного возраста находятся без какого-либо шанса вообще на образование. Педагоги дорогие, которые заканчивают сейчас или закончили уже, задумайтесь, сколько работы в Кении? Администраторы, педагоги, это будет нужна помощь. Да, более того, когда мы были в нашем правительстве и мы говорили об этих возможностях с инспектором, с правительственным чиновником, который отмечает в нашей сфере, в нашем каунте, отвечает за образование. Они сказали, да, мы можем предоставить, Кения обучает преподавателей, мы можем вам предоставить этих преподавателей. И, конечно, мы потом заговорили о следующей теме, о качестве этих преподавателей, потому что я сказал, я знаю, в каком состоянии, в каком качестве находятся ваши преподаватели, что сперва, во-первых, детей бьют дома, а потом их бьют в школе. И их бьют не просто вот, их просто не бьют, вот просто вот так вот, по попке похлопали, по плечу, там, это тоже, понимаешь? Бесприличие, скажем. Но просто без приличия, их просто вот берут реально палками, кнутами, и вот до того, что ребёнок вот просто вот, когда он видит злого преподавателя, он просто писается от страха. Вот я прошу прощения, но это правда, это правда, мы сами видели это. Дорогие педагоги, надо, мне кажется, культуру прививать и показывать пример, быть смелыми, задумайтесь, если у вас есть силы, если у вас есть вдохновение сделать очень много пользы, 10 тысяч детей школьного возраста. Тысяч в этой местности? А, в этой местности, да, ну, наше вообще, наше видение, что мы будем влиять не просто только на этих детей, мы обязательно будем ещё делать обучающие процессы с педагогами местными. Вот это самое важное, наверное, сомнировать костяк, да, вот эту правильную структуру педагогов. Мы уже говорили определённо с этим чиновником, он говорит, когда вы вернётесь назад, обязательно нам нужно с вами встретиться, потому что у нас есть эти моменты, которые мы хотим осуществить. Да, потому что мы его вывели на достаточно открытый и честный разговор, потому что изначально была такая ситуация, что человек говорил нам, у нас нету никаких проблем, у нас всё очень хорошо, у нас всё очень хорошо. Я говорю, да, он говорит, что школы у нас везде есть, а потом, когда мы увидели вообще статистику, которая творится по нашему каунти, мы увидели, что те дети, которые заканчивают первоначальное образование и должны поступить на среднее образование, количество школ по каунти среднего образования в два, ровно в два раза меньше, чем школ вот как бы первого уровня. И почему мы строим непосредственно школу как private school, да? Потому что общеобразовательных школ от государства практически в три раза меньше по Кенни, чем самих школ, которые строят христиане. Да. Хорошо, а что если школу делать? У вас земля уже есть какие-то... Ещё ничего нету, это всё в процессе. Только всё. Я хочу на всё это нужно. Уже земля есть в намётке, уже есть участок, который нам можно будет... Это чудо. Вот то, что вы задаёте вопрос, это просто вот это невероятное чудо, которое следовало дальше. Когда мы разговаривали, вот начали задавать вот эти все вопросы, и мы начали разговаривать с этим пастором, он через несколько дней позвонил нам и сказал, «Вы знаете, я хочу, чтобы вы встретились с одной женщиной, местной женщиной». Местная женщина. «На котором должна стоять школа». И она говорит, «Вы точно здесь будете строить школу?» Я говорю, «Мы хотим это сделать, точно мы будем строить школу». Она говорит, «Если здесь будет что-то другое, кроме школы, я даже сразговаривать с вами не хочу, но если вы построите здесь школу, я эту землю готова продать вообще за самую мизерную цену, чтобы мне купить на соседней горе участок, который будет гораздо хуже качества, но если его обрабатывать, из него получится нормальная плодовитая земля». То есть для них земля — это ценность, потому что на них они живут за счёт сельского хозяйства. Они живут за счёт натурального хозяйства. Поэтому для них само номер один — это не то, что там они жадные землю не дают, потому что у них земля плодородная, это их жизнь. Это их жизнь, они живут через агрокалчур, через обработку. То есть она готова вам за какую цену это продать? И она готова нам это продать за 7,5 тысяч долларов за акр земли. А сколько в Америке акр земли, знаете? Кто-нибудь знает тысяч, 120 тысяч, в зависимости от района, да. То есть это по сравнению с Америкой, это как бы... Я хочу пояснить вам, вот эта местность, в которой мы находимся, вот эта местность — это город Китала. В пригороде города Китала акр земли стоит 100 тысяч долларов. На центральной федеральной трассе. Она должна... А она вам хочет дешевле. А это в горах, это высоко в горах, это далеко. Это очень хорошая цена по местным законам, по местному рынку, это очень хорошая цена. Это ниже. Мы уже узнавали, что рыночная цена этой земли... Нет, 8,5, милая, 8,5 — это те два участка, которые находятся рядом. Это вообще другая история. Но когда мы узнавали кадастровую стоимость вот этого участка земли, который она нам предлагала, нам сказали 10,5-11 тысяч долларов. То есть она вам готова, можно сказать... Да, и это потому, что это плодовитая земля. Это плодовитая земля. Потому что то, что идёт дальше, ближе к горе Илгон, исходя из того, что гора Илгон появилась как вулканическое извержение вулканических пород, там практически у земли очень слабая плодовитость. Она усеяна камнями, она усеяна лавой. И там есть местности в церкви, где мы были, там вообще земли нету. Там просто лава. То есть вот состывший камень, на котором маленькая травичка такая растёт, смешная. Да, так что вот в таких вот историях мы были. И коль мы затронули вот этот вопрос по поводу 8,5, рядом с этим участком земли, потому что по кинейскому законодательству ты не можешь построить школу, если к школе не прилагает футбольное поле. Это хорошо. Мы думаем, что два акра, чтобы построить одну школу. У нас три в одной. У нас три школы практически. Это комплекс. И вот через буквально 4-5 дней звонит ещё раз нам этот епископ и говорит. Говорит, я не хочу, конечно, сейчас вас ещё раз привозить туда, говорит, и чтобы вы с кем-то там разговаривали, потому что это время, всё. Но я хочу вам сказать, что соседи узнали, что эту землю хотят использовать под школу, и они нашли его телефон через эту женщину и позвонили ему и сказали, мы готовы эту землю продать за 8,5, потому что на нём построены глиняные избушки, которые используются как арендное жильё. То есть глиняная мазанка там стоит 500 шиллингов. Это 5 долларов. Она стоит 5 долларов. И у них стоят арендные... В месяц 5 долларов. Арендные этой мазанки, это небольшая комнатушка. На 5 долларов в месяц? 5 долларов в месяц. Там живёт вся семья. Там кухня в одном месте, там тут же она стирают. То есть чтобы там прожить, там денег много не нужно? Для местных. Я хочу пояснить, кенийская кухня – это не американская кухня. На американской кухне можно сделать 3 таких мазанки, в которых они живут. И это всё в одном. Тут же спят, тут же кушать варят, тут же всё, как юрда. Понятно. Очень маленькая тесно. В тесноте, да не в обиде. Дружно. Да, вот. Ну да, и вот так вот мы ещё получили, скажем так, территорию, на которой возможно построить футбольное поле, спортивную площадку. И всё для того, чтобы эта школа потом в последствиях получила уже аккредитацию. И у нас уже есть генеральный проект этой школы, который уже мы сделали на план. И теперь вот... Как вы успели за 6 месяцев столько сделать? Мы стараемся. Молодцы. Ну точно не на отдых, не на веки. Знаете, есть такой момент, что когда Бог зажигает вот этот огонь внутри, что вот это то, что ты можешь сделать, да, оно выше нашего сознания, выше наших возможностей, но как бы когда ты получаешь видение от Бога, ты понимаешь, что есть вера на то, что оно исполнится. И силы, и возможности, они тогда открываются. Очень интересно, почему именно Кения? Вот тоже Сакраменто, Кения, расстояние. Это же, ну, почему молодцы? Да, мы говорили о планах. Хорошо, мы говорили на планшовой передаче об этом. Да, это еще одна, это вообще большая тема. Но я хочу что сказать. Для тех людей, которые, может быть, нас слушают, вот верующие люди, христиане, которые нас слушают разных течений, динаминаций, мы сейчас не говорим о каких-нибудь, скажем так, церковных или религиозных границах. Мы говорим вообще в принципе о том, кто такой Иисус, и о том, что Иисус прощает наши грехи и дает нам благодать в вечную жизнь и спасение. В Кении, рядом, прям рядом с нашим городом, есть племя, племя Покот. В этом племени около 700 тысяч людей, из которых 500 тысяч никогда не слышали Евангелие. В этом племени огромное количество колдовства, огромное количество жертвоприношений, женское обрезание, всех там возможных видов. То есть это абсолютно дикие условия, в которых живет это племя и вообще то, что происходит в этом племени. И у нас даже предупреждали о том, что, говорит, если вы заезжаете в Покот, вот от этой дороги вправо, ну еще заезжайте, а влево лучше не заезжать. Ну а если вы все-таки заехали, вот там, где вот приблизительно смотрите по карте, где вот рядом с горой Илгон, вы уже подъезжаете в Покоте, близко между границей, ну там это есть, где проходит граница племени Покот и Сабот, чтобы к этой границе не подходить близко, потому что там люди ходят в кожаных повязках. У отдельных частей племен есть автомат Калашникова, который можно купить за 6 долларов. Отдельные части племен просто стреляют ядовитыми стрелами. Дети ходят, там стреляют. Ну вот вы удивляетесь, а я вам скажу, что нам ночью наши друзья показывали, они индусские бизнесмены, они нам показывали свою машину, которую вот в племени Покот обстреляли стрелами. То есть она была реально пробита стрелами, и там одна стрела прям в лобовое стекло, прям даже не вот не тонкое железо вот это, оно, конечно, оно все пробьет, но лобовое стекло, оно просто насквозь пробило стрелой, и тот, который ее пустил, он точно не шутил. Ну вы едете в безопасные более районы, вы же не будете, вы же знаете теперь уже, куда вы едете, куда вы зовете людей с собой. Мы, конечно же, знаем. Конечно, мы живем в безопасные места, и мы обязательно, мы знаем, какие меры предосторожности предпринимать. И сами до сих пор живы, потому что мы не лезем куда не надо. Да, еще и с ребенком, так что продумывайте все. Естественно, на самом деле сложного в этом ничего нет. Единственное, вот... И это не так страшно, как оно слышится. Когда ты туда приезжаешь, это простой быт, простая жизнь, к которой ты привыкаешь точно так, как и к большим удобствам. И ты живешь там, потому что тебе нужно там какое-то время жить. Но там нужно быть наблюдательным. Ну да, смотреть в оба. Хорошо, планы – это школа. Значит, у вас для этого уже есть задатки, евангелизация. И организация Пакота, и организация миссии, внутренние миссии в Пакоте. Потому что в реальности прийти к этим племенам, которые находятся вот там, к нам это сложно. Если говорить правду, как есть, без преувеличения, может быть, и лишнего героизма. Но на базе тех церквей, которые там уже есть, возможно организовать... Которых мы как раз и будем обучать делать это. И еще очень важный план, который у нас стоит, это один из вопросов следующий. Номер три – это библиотека. Потому что мы хотим организовать в городе первую христианскую, в том числе еще и светскую библиотеку. Вы будете отсюда книги, да? Да. То есть нужны книги? Нужны книги. Поэтому, дорогие, если у вас у кого-то есть хорошие книги на английском языке, мотивирующие книги... На английском языке, там по-русски никто не понимает, на английском языке книги нам очень нужны. Если они у вас лежат, просто пылятся, вы их не используете, они вам не нужны, поверьте, тысяча, как минимум, детей дошкольного или школьного возраста нуждается в этих книгах. Пожалуйста, обратите на это внимание. Телефон Гунтерс, еще раз свой скажите. 916-728-8092. И не только детские книги, для женщин образовательные книги, для мужчин образовательные книги. Любые книги, которые вы посмотрели... Назидательные, полезные. Личность. Личность и отношения. И христианские, могут быть книги, которые просто помогают учителям взять оттуда какой-то educational background. Это разного рода могут быть книги. Давайте перейдем теперь, кроме нужды какие-то, кроме библиотеки. Например, человек не имеет, возможно, финансов. А что он еще может вам предложить? Как послужить может для миссии? Какие-то вещи еще нужны? Что-то вам еще... Отдель, что нет смысла везти туда. Само есть. Есть. Если отправлять отсюда какой-то контейнер, то отправка контейнера сама по себе стоит там в районе 20 тысяч долларов. Если отправлять контейнер, мы уже выяснили, что единственное, на что в реальности есть смысл, это на книги и это на обувь. Книги и обувь. Книги и обувь. Потому что, да, обувь, это там огромная проблема. Она реально стоит дорого. Какая обувь нужна? Кожаная? Ну, кожаная, не кожаная. Там погода же, там условия вам же виднее. Любая обувь, в принципе, пойдет, они пытаются носить. Каблуки точно не пригодятся. Женщины даже любят носить каблуки. Они все равно остаются женщинами, Ксения. Ну мы же к этому не пришли еще. Сейчас мы к женщине доберемся. Они все равно пробуют одевать каблуки и ходить по этому бездорожью. Ух ты. Да, так что вопрос, вот допустим, вот книг, вот, да, вот, как образовательного материала, вот это самый важный вопрос. И на этом, скажем так, этот контейнер окупится, он будет целесообразным, и это будет правильно. Потому что в Кении, если брать хорошую, вот, образовательную книгу, хорошего характера, вот, западного характера, там она стоит 100 долларов. При среднем заработке, что немаловажно, при среднем заработке 30, 40, 50 долларов в месяц. То есть книга, это как 3-месячные зарплаты. Они даже не могут себе позволить купить какую-то книгу. А обувь? Практически та же самая цена. Хорошо, тогда. Итак, меня интересует сейчас взгляд на женщину со стороны Гунтерса и со стороны Оли. Потому что так, как у нас тема женщины в Африке, как она реализовывается, какая она. Вот мне интересует взгляд женский и комментарий Гунтерса взгляд мужской. Потому что в любом случае мы, женщины, нуждаемся, скажем так, в взгляде со стороны. Правда? Да. Что вы заметили? Какая женщина в Африке? Вообще очень красивая. Женщина и в Африке она очень красивая. Она любит красоту, она любит себя ярко одеть, она любит какую-то яркую шляпку или повязку сделать себе на голове. И женщина, как всегда, она любит внимание, она любит уход. Милый, что ты сразу скажешь? Какая для вас? Что вы видите? Я, знаете, что я первое заметил? Я заметил там в женщинах огромное количество боли. Спрятанное боли. Потому что кенийская культура, она не позволяет выражение эмоций. Любые эмоции, которые есть в человеке, которые его характеризуют как личность, они вообще скрываются. Они управляют эмоциями. Они настолько сильно управляют эмоциями. Мне кажется, их никто никогда не развил, эти эмоции. Потому что с самого детства, вот рождается ребенок, пока он маленький и он находится у мамы на груди, она его кормит. А ребенок хоть получает какую-то долю материнского тепла. Они много не говорят, ой, ты мой любимый, ты мой хороший. Только ребенок уже отнимается от груди, они даже много их не обнимают. И молодежь, с которой мы встречались, они говорят, мне вот уже 15 лет, но родители меня никогда не обнимали, никогда не говорили, что я нужен, что я любимый. И они не знают, как выражать эмоции. Это не один случай, да? Это поголовно. Они просто не знают, как выражать эмоции. Мы с Гунтерсом проводим такие семейные семинары для них, семейные такие вот общения. И когда мы говорим, что мы друг друга говорим добрые слова, он говорит, я много раз говорю моей жене, что я люблю ее, моему сыну, что я его люблю, они прям настороженно так на тебя начинают смотреть, потому что для них это дико. И когда он еще берет, целует меня при них, они прям скукоживаются, как прям на людях. Это же должно все где-то в темноте делаться. И мы говорим, обними свою рядом сидящую жену, они вот так друг на друга смотрят, Ксения, ты бы только видела, они вот так вот, как вроде бы рядом с ним чужой человек. И это люди, которые уже узнали Христа, которых уже мозги меняла Евангелие. Но потом они постепенно, постепенно начинают оттаивать, и одна, и вот в процессе, пока мы с ними вот общаемся, как-то обнять уже стараются свою жену. Настолько их эмоции просто не раскрыты даже. Да, потому что у нас была такая, у нас было, мы проповедовали в одной из церквей, где вот как раз мы говорили об этих эмоциях, вот как бы это эмоциональная связь между мужем и женой, между отцом, матерью и ребенком, да, и что это эмоциональная связь, она должна присутствовать. Что люди должны знать, что они друг другу дорожимы, то есть они нуждаются в том, что человек в принципе нуждается в том, чтобы слышать положительные слова, слова признания, слова любви. Чувствовать ухаживание. Да, что вообще, кстати, вы затронули очень интересную тему, они не ухаживают друг за другом. Вообще не ухаживают. У них даже нет, когда парень, друг говорит, давай встретимся с тобой, у них нет такого понимания, как встречаться. У них только так, если он на нее положил глаз, только-только в одном случае, если он хочет с ней переспать. И я вам больше того скажу, вот то, что сейчас… А брак? А само собой или нет? Сейчас Гунтерс добавит. Вот я сейчас добавлю, и я отвечу на ваш вопрос. Вот это, вот то, что вы задаете вопрос, это парадоксально, но вот то, что вы услышите, вот это будет, вот пусть оно будет отложиться где-нибудь у людей на полках. Вы знаете, они, когда они встречаются друг с другом, они встречаются не для взаимоотношений, они встречаются для секса. Если мальчик начал крутиться вокруг девочки, и это видит мама, мама берет палку и говорит, не подходи близко к ней, потому что ей 13-15 лет. Я говорю, зачем? Ну пусть они научатся общаться, пусть они научатся выражать мысли свои, тем более, когда ты… У нас же западное мышление, что надо узнать друг друга. Тем более, когда, тем более, вы знаете же, когда вот мужчина общается с женщиной, он, в принципе, становится умнее, а женщина, когда общается с мужчиной, она тоже становится ещё красивее, ещё привлекательнее. Да, и они все развиваются. Там этого нету. Мама говорит, какой смотреть, какой общаться? У меня через 9 месяцев появится внук, а ей 13 лет. То есть там ранние беременности? Да, очень много. И если девчонка забеременела очень рано, то в культуре существует такой момент, потому что сама Кенни, она из 43 племён. Есть племена, которые просто убьют эту девчонку, если она забеременела. Другие выгонят с дома её, и она больше никогда туда не возвратится. Поэтому материалы… А есть такие материалы, ладно, они принимают, когда они более оккультуренные, эти семьи. Но так девчонку ожидает очень сложная жизнь, если она вдруг забеременела. Но ребята же на это не смотрят. Там вообще момент свадьбы или что-то такое, он очень интересен. Если парень присмотрел за девушкой, и он хочет на ней жениться всё-таки, да, он её не обхаживает. Он приходит к её родителям и говорит, окей, у меня есть две коровы, отдадите вашу дочь за меня, обменяете на эти коровы? Как вот обычно в Азии выкуп. Да, даётся выкуп. Если это пустыня Туркана, там верблюдами расплачиваются или козами. Вот у меня одна коза, там и два верблюда. Согласны отдать вашу девочку? И в разных племенах по-разному происходит это. Вот в Туркана племени девочки выходят замуж таким образом, она не имеет права выбора. Она выходит замуж за вот такого, который пришёл и предложил за неё выкуп с 12 лет. Туда, поближе к большим городам, это немного позже начинается. И всё происходит от выкупа. Если за женщину заплатили, даже договорной ценой, ещё они не отдали этих двух коров. Он только цену одной коровы начал выплачивать родителям. Она его как бы жена, но она ещё не официальная жена, он даже расписаться с ней не имеет права. По государственному закону они должны расписаться, но они по племенному закону этого не делают. Когда он отдаст цену двух коров? Только тогда родители дадут ему право расписаться с этой девушкой. Но у них могут быть уже четверо-пятеро детей до этого времени. И они просто могут прийти в семью. Ну, мама приходит в семью и говорит, ты не отдал выкуп за ребёнка, за дочку. Я её забираю. Я её просто забираю. И дети пусть остаётся тебе. Но детей забирают. Ну, детей забирают всё. Но таким образом могут запросто разрушить семью. Семью, если родители решили, что они в состоянии оплачивать. Даже в тех первобытных понятиях. И они не могут противостоять вообще никак? Это племенные законы. Всё племя отвернётся. Племенные законы чтятся выше государственных законов. Даже настолько сильно, я вам все не скажу, что вот когда я говорил о племени Покот, нам рассказывали пасторы, что в племени Покот, внутри самом племени Покот, буквально 5-6 лет назад была внутреплеменная война. И чтобы вот эту войну как бы утихомирить, воинствующие кланы, завезли туда армию. Так вот, вооружённых солдат, государственных солдат, полегло больше, чем вот внутренних вот племенных вот этих. Потому что они рассказывали, что все с большим ужасом рассказывают историю, что был раненый Покотец, который убил 34 кенийских солдата. Причём это происходило с такой... Он раненый, 34 человека убил. Настолько, то есть, ну, это какой-то степень одержимости. Я говорю, на самом деле это правда. Он говорит, да, это правда. Это не вымышленная история, это правда. И говорит, и когда, говорит, вот после вот этого события у них ещё происходили какие-то стычки, туда даже государство не вмешивалось больше. Потому что, ну, какой смысл терять было своих солдат, скажем так. То есть, они просто оставляли всё на уровне вот решения вопроса внутри самых кланов, семей, которые находятся там, чтобы, ну, как бы вот так вот. То есть, абсолютно... Ну, говоря вот о судьбе женщины, да, о чём мы начали говорить, если вот он выкупил женщину, он же заплатил за неё деньги или платит в процессе. А обычно, если это племя вообще не образовано, потому что там есть три города, в которых есть образованные люди, нельзя сказать, что все кенийцы не образованы. Но обычно что происходит? Раз я тебя выкупаю, то ты та, которая меня должна обслуживать. Что я заметила в семьях, вот мы приходим в семью, и никто никому не говорит спасибо, ни за что. Я говорю женщине, слушай, говорю, а почему вы... Вот ты что-то ему подала? Ты что-то сделала, никто тебе спасибо не говорит. А у нас это не принято. У нас ты обязан, как жена, я обязана его покормить, я обязана его постирать, я обязана за детьми ухаживать. Где я возьму деньги на это, его не волнует. То есть, ещё и обеспечивать? И она его должна кормить и обеспечивать. И мужа? Да. Он её взял, заплатил две коровы. Если заплатил до конца. Она его кормит, воспитывает детей, одевает, непонятно, его не волнует во что, готовит непонятно из чего. И ему ещё как бы обеспечивает его. Ты должна его найти, чем покормить, и его просто не волнует, что ты где-то возьмёшь. И многие женщины, что они делают? Они встают ни свет, ни заря. Они идут где-то на ближайшие за 10, за 5 километров, какие-то базары, что-то там перекупают, что-то где-то перепродают. В общем, в притчах о таких женщинах, наверное, написано. Да, другие женщины, они идут в какие-то леса, наламывают хворост, который очень длинный, но, наверное, порядка 3 метров, 1, 2,5, наверное. Больше, дальше, больше. Они его делают в охапке. Может быть, кто видел по фотографиям, как чёрные женщины несут хворост на себе. И вот она кладёт его на такую вот шапчёнку сделанную, кладёт этот хворост, который порядка 70 килограмм веса. На голове у неё. Его невозможно поднять. Наши девочки некоторые, я не пробовала носить его. Я никогда на это не... Никому Мундерс не разрешил бы поднять. Я не делаю это, потому что это просто глупо с моей стороны. У меня была когда-то травма спины, я не хочу с этим шутить. Но девчонки пробовали. И они пытались положить, они не могли, да ничего. Просто этот хворост тебя к земле гонит. Они с этим хворостом идут 5 километров, 10 километров, да. И рядышком идут её дети, которые помогают небольшими вязанками тоже на голове. Поэтому они такие стройные, изящные, да, то есть у них нет лишнего веса, да. Но они накачаны, они спортивные, накачаны. Но они с большими проблемами на спине. У них очень много проблем. Очень рано развиваются проблемы. И, кстати, я хочу сказать вот то, что вы затронули вот тему по поводу хвороста, чтобы вы понимали, сколько она зарабатывает на этом хворосте. Она его продаёт. То есть она даже не для себя его там продаёт. Она продаёт этот хворост для того, чтобы была у неё за что кушать. Чтобы как-то себя прокормить. Так вот, в нашем городе, вот в Китало, где мы находимся, мы узнали про одну бабушку. У неё уже, наверное, ну, около 70 было, да. Которая вот так вот зарабатывает на хворосте, и она не может своим детям позволить, внукам. То есть родители у них, её родные дети родили двое детей, и они бросили этих детей. И она их взяла к себе и начала этих детей воспитывать. Она умудряется каким-то образом этих детей пускать в школу. Они получают образование. Она живёт вообще ниже любой черты бедности. И у неё нету финансов, чтобы купить этим детям вот кровать. Они просто спят. Просто матрас. Спят, да. Простой матрас. То есть обычный простой матрас, который там стоит где-то вот 40 долларов. Стоит матрас, двухспальный матрас, чтобы эти дети не спали на грязных тряпках на полу. И вот когда мы эту историю узнали, мы вот просто в соль решили, ну как это так? Это же вообще, это, ну, это абсурд. В таком возрасте делать такую тяжёлую работу. И такую тяжёлую работу. И мы просто поехали в магазин и купили ей матрас. Привезли. Эта бабушка, она плакала. Вот реально. И ты заходишь в её хижину, а у неё не то, что там пол, это мазанка. Пол глиняный. Он просто хорошо натерт ковровьим навозом жидким, для того, чтобы там не было червяков. И вот на этом полу набросаны тряпки и лежали дети. То есть они натирают это для того, чтобы не червяки не залили? Чтобы не было специальных червяков, которые потом входят в ножки, под кожей живут и вырастают в больших червей. Но это песчаный клещ называется. Поэтому они специально мажут коровьим навозом. Да. Для того, чтобы это было безопаснее жить. Они, как это происходит, это вообще кенийская технология строительства, вековая технология строительства. Когда они строят дома, они собирают навоз животного происхождения. Понятно, да? Они берут его, вымачивают в Одессу. Я извиняюсь за подробности, но это правда. Запаха нет. И в основном строят женщины. Нет, конечно, есть запах. Женщины в основном строят женщины. И они строят это руками. И так строятся, кстати, горные кенийские церкви, в которых мы бываем. Фотографии церквей, пожалуйста, к нам в группу «Женское сердце». Оля, сделаем. Да, у нас есть. У нас есть. Или вы можете просто зайти на наш Go Dash Pound. Вот этот хэштег. Go with Mission или Go with Christ. И у нас там видео много. Вы можете через YouTube посмотреть, через Facebook. Да, к слову. Правильно, вот Оля заметила, что если вы в Facebook и в поисковике, и люди, которые нас слушают, вы в Facebook и в поисковике забьёте английским языком хэштег, решёточка Go with Mission или Go with Christ, вы попадёте на наши видео, в которых мы выставили. Видео, фотографии. Всё, что мы делали в течение вот этих шести месяцев, там, наверное, будут более двухсот видео. Очень интересно. И где-то, наверное, около трёхсот, четырёхсот фотографий, которые сейчас находятся в Facebook и в общем доступе. И вот это всё возможно увидеть. Значит, женщина-строитель. Женщина от Forest носит по пять километров, семьдесят килограмм на спине, продаёт. Она продавец. Женщина также... Мама. То есть она добывает еду. Как она её добывает? Они выращивают? То есть у них ещё есть своё хозяйство? Или они покупают еду? Смотря где женщины живут, если это городская черта, они вот пытаются перепродавать или взять где-то картошку и на дороге прям делать такие небольшие, типа кафе они называют, хотел ещё. У неё просто с глубоким дном сковородка такая. Кастрюля большая. И в этой кастрюле она залита маслом, и там типа франчфрайса для прохожих она делает. И по пять шиллингов она продаёт по чуть-чуть франчфрайса. Таким образом зарабатывают... Это пять американских центов. Да. Очень дёшево. Очень дёшево. Или, к примеру... Ну, для нас, да. Для них нет. Или утром рано. Для них нет. Они встают очень рано, потому что на экваторе в шесть часов уже светло, раньше не бывает. И в семь вечера уже темно, позже не бывает. Там одинаково всё. И они встают рано. Всегда одинаково, да? Да, всегда одинаково. И они встают очень рано, и вот до восьми часов уже проходит у них, как правило, завтрак. Что делают женщины, чтобы заработать? Они делают такую муку, подслащённую, и из неё в этом же масле пекут так называемые мандази, а вторая штука, как называется? Кангуму. Кангуму. Что это? Мы пробовали это. Это очень вкусно. Это очень вкусно. Что он утречком просыпается, говорит, мама, пошли в мандазию. А я говорю, как? Он уже даже страной. Страной называл уже, пошли в мандазию. Сколько ему было, когда вот он впервые побывал, получается? Он приехал в Африку в два года и четыре месяца ему было, когда мы приехали в Африку. Но он такой развитый, такой парень развитый. Да, слава Богу. Слава Богу, Господь его хранит. Я ему спрашиваю, кто ты? Он говорит, я миссионер. Он так хорошо разговаривает на русском. Ксения, я хочу подметить, что он правильно все понимает. Потому что мы, когда были в горных церквах и проходило служение, во время служения были ситуации, когда начали просто вот бесы проявляться через людей. И там просто начинались невероятные вещи. И мы просто пошли, схватили этих людей. И мы просто начали за них... Не схватили, а начали молиться. Ну да, ну как, схватили. Духовно схватили. Нет, мы их еще и физически схватили. Дело в том, что они прям, если что происходит, они же бьют себя о пол, о стене, что бы там ни стояло. Они же не видят, что это опасно. Я просто подхожу к бюро этих женщин и вот так обниму за пояс и держу, чтобы она же себя не побила, не изуродовала. И начинаем с мужем молиться. Так что мы их буквально схватили. И он стоял там, такая возвышенная ступенечка такая была. Он стоял на этой ступенечке, за всем вот этим наблюдал. И мы когда вот только вот это все, вот мы когда начали вот уже двигаться по горным церквам, мы брали машину в аренду. И он пошел туда, в машину, залез в машину, открыл окно. И через машину, вот чтобы дети его не задавливали, потому что он там невероятным спросом пользуется. Он же бежий. Он белый мальчик, у него есть волосы на голове, то есть это нормальные прямые волосы. Это не вот эти кучеряшки, которые вот у них. Для них это вот дотронуться, вот лишь бы потрогать его руками. И он вот так вот открывает окно, высовывается оттуда и возлагает на детей руки, прям молится за них. И у меня есть, ну как бы фотографии. Вот у меня реально есть фотографии, где он молился за них. Удивительно. И как бы так. В два с половиной года. Да? Это прекрасно, это прекрасно. Я у меня просто дар речи, знаете, нарисовала. Я впечатлена, я просто это вижу. И я восхищена, правда, тем, что вы делаете. Господи, благослови, поддержи. Это так удивительно. Еще побольше женщин, потому что завтра мы покажем дела их рук, да? То есть мы покажем, что они делают, как они проявляют себя еще в творчестве, и как они зарабатывают с помощью своих способностей творческих. Удивительные вещи. Дорогие зрители, мне не терпится показать то, что я себе уже приобрела, но завтра мы покажем уникальные работы. Вообще, что женщины Кенни делают. Даже эксклюзивные работы, да. Эксклюзивные работы, да. Признаться, вот по правде, мы не знали, что мы попадем сюда, вот к вам, что вот так все сложится. У нас было очень много всего. Верю. Мы привезли очень много всего. И мы просто вот людям, которые, ну, которые относились к нам хорошо, которых мы знали, что эти люди нас поддерживают финансами, молитвой, и все. Мы привозили этим людям просто подарки. Потому что, конечно, ну, это же вопрос взаимоотношений, это вопрос дружбы, это вопрос уважения. И, конечно, для нас это немаловажно, чтобы мы были вот, как бы, вот, тоже открыты к тем людям, которые открыты к нам. И это правильно просто. И вот, и мы вот так вот просто вот дарили, вот дарили, вот дарили людям подарки. И... Осталось мало. Да, осталось. Я сейчас, пока, вот, вы говорите, я снимаю свой жемчуг и кое-что уже одену, продемонстрирую. Продолжайте. Какие женщины Африки? Пока будем говорить. Для тех, кто на Савик ФМ или Медицинга смотрит, чтобы так даже было понятно. И наша мечта, вот, общаясь с этими женщинами, мы увидели, у них довольно-таки склад ума, что они способны учиться. И нам хотелось бы больше развить этот момент, что мы могли бы их чему-то научить. К примеру, у нас есть одна замечательная там женщина, её зовут Агнес. Она получила... Она очень хорошо учила в школе, потом попала из-за этого в Америку, попала в Канаду на обучение. Сейчас она доктор. Изменив мышление с кенийского на более прогрессивное, она сейчас даёт работу многим женщинам там, потому что у неё огромное поле. И они возделают землю. Она на этой земле засеивает French beans. И люди, порядка 40 человек работают на этом поле. То есть она даёт им работу, даёт возможность заработать. Другие женщины, мы даже вот помогали им просто получить возможности какой-то корочки, к примеру, для того, чтобы закончить образование учителя, чтобы она могла дальше лучше найти работу для себя. И они открыты. Но многие из женщин, как я уже говорила, они не имеют вообще доступа к образованию. Потому что к ним, если даже посмотреть на семьи, как я уже говорила, которые изменены Евангелиям, в этих семьях продолжают быть проблемы. Там, к примеру, подходит на горах ко мне один епископ и говорит, слушай, я тут приехал с вами в машине, а назад возьмём, давайте возьмём ещё мою жену. Я говорю, у нас места нет. Он говорит, она в багажник, мы её засунем, говорит. Я так поворачиваюсь к нему, говорю, подожди, мы тут проповедуем о семье, а ты говоришь, жену в багажник засунуть. Давай, говорю, ты сядешь в багажник, она сядет на своё место. А он в таком шоке на меня так смотрит. То есть, потому что у него, как у мужчины, он понимает всё равно о женщине, как о предмете просто. Кто даёт рождение его детям, кто заботится о нём. Но у него нет понимания её женственности, что она хрупкая, что её нужно как-то наперёд, как-то вот с ней нужно по-другому относиться. Хотя, вот его жена при нас хвалила, насколько у неё хороший муж. Да. И это правда. Она с таким вот, нам вот переводили. Для местных людей, да. Да. У него уже изменённый разум. Несмотря на всё это, он говорит, давайте она в багажники засунем её. Ну да. Вот таким прям языком, грубым таким. Я говорю, знаешь что, дорогой, я вот что тебе скажу. В нашей машине женщина никогда не поедет в багажнике. Если кто поедет, говорит, то только мужчина. А он так подумал, говорит, хорошо, говорит. В этом транспорт в аренде? Мы брали в аренду какое-то время, но из-за того, что из-за большой красной пыли, которая практически даёт неприятную аллергию, ты заболеваешь как воспалением лёгких от неё. Температура начинается, забивает всю носоглотку. Я начала от этого сильно страдать. И плюс мы с малышом же, а ездили мы на мотоциклах. Вот берёшь как таксиста мотоцикла, который стоит на обочине, подходишь, платишь ему 50 шиллингов, то есть это 50 центов по-нашему. 50 центов, да. И он тебя везёт в определённом направлении, в котором ты просишь. В черте города. В черте города. За чертой города больше, и расценки увеличатся. Если это в горы ехать, не вопрос цены, вопрос безопасности. Потому что там дороги, они грунтовка, с такими обрывами. Если ехать на мотоцикле... Я просто сейчас вспомнил одну картину, я вот расскажу. Сегодня вам понравится. Когда я сажусь с малышом на этот мотоцикл, держу малыша, держусь за этот мотоцикл и молюсь, боже, хотя бы никуда мне в какую канаву не залететь. То, конечно, первый вопрос у нас даже был в безопасности. Поэтому мы продали две машины свои здесь, в Америке. И купили там для себя одну очень простенькую машину. Она нас ждет. Есть такая машина Toyota Probox. Кому интересно, могут... Выйдите на интернет, посмотрите, какая она выглядит. Можете погуглить вообще, что такое Toyota Probox. Это просто очень смешно. 1,5 двигатель. Это очень симполовая, очень просто простая машина. 1,5 двигатель объема. Если мужчины понимают, что это очень... Но у нее четыре ведущих колеса. И подороже мы просто не в состоянии были купить. Потому что... На две американские машины. На две американские машины мы смогли вот заменить именно одной вот такой вот. Очень маленькой. То есть там очень дорогие машины? Там машины дорогие. Очень дорогие. Дорогая сильно растаможка, потому что Кения сама машина не воспроизводит. Если это Toyota Probox по интернету мы смотрели, в Японии продается за 1200. Достигая Кения, она вырастает до 8 тысяч. Да. Все забирает перевозка. Все забирает вот это все документальное. Более того... И нам обошлась она 9 тысяч со всеми расходами, пока мы уже на нее сели. Это очень дорого. Так вот, история, которую я вспомнил. Позвольте, я вам расскажу. Пожалуйста. Вот мы, значит, мы едем в одну из таких горных церквей. Начался уже процесс, период засухи. И мы едем в одну из таких горных церквей. Оля смеется. Мы едем в машине. Мы едем в машине и везем с собой жен пастырей. И нашего переводчика. А наши пастыры взяли, значит, епископы наши, они взяли мотоциклы в аренду. И они едут на мотоциклах. Значит, один из них, вот, мы подъезжаем к этой горной церкви, мы подъезжаем, он слезает с мотоцикла, берет, снимает с себя фуражку и выбивает ее просто от ног, так выбивает. Ну и такая, гора пыли такая, поднимает. Потом он берет вот так вот за свой костюм и так вот подергал, и просто с него прямо вот отсыпается с него все. Это такое облако пыли, и он стоит уже в хорошем костюме. Вот так всегда. Это да. То есть белое не надевать, это как расправка. Невозможно. Нет, ну белое, вы что? Белое там быстрое рыжие перекрашивается. Я один раз попробовал одеть классную американскую рубашку за 50 баксов в Кении. Она мне после, только одного раза, она не поддается стирке. Поэтому вы ходите в такую интересную модную американскую одежду. Самое удобное. Она не выстирывается, да? Нет, эта ткань выстирывается. Она выстирывается даже в Африке, она выстирывается чистая. Но не так быстро. Да, и у нее, ну как бы нету, я не специалист. Я не специалист по тканям, но она очень легко стирается, в ней не холодно и не жарко. И даже я вам скажу так, что я даже после длинных дней, как бы длинного дня в горах, высоко в горах, где там очень часто бывает достаточно жарко, когда вот именно солнце жарит, потому что у нас, как правило, служения проходили по 5, по 6 часов. По 8 часов. Да, там у нас служения были, которые у нас проходили, такие праздничные служения проходили по 8. Это весь день. Это весь день. И ты возвращаешься обратно с нее, и она не пахнет. То есть как бы вот... Ты не потеешь даже. Да, и ты не как бы не так сильно потеешь. Удивительно, я хочу такую ткань. Я хочу такое платье. Заказываю. Или какой-нибудь костюм. Вот мне понравилось, Оля, у вас брючки такая, туника классная, прям красивая. Мне очень понравилось. Для местного населения это дорого. А для нас вот этот костюмчик, что вы на мне видели, стоит 10 долларов. Никому не рассказывайте, мы делаем бизнес. Ну, я шучу. Мы, конечно, поможем, скажем так. Для жеки это очень дорого. Поможем, скажем так, им. И мы помогаем этим местным людям, чтобы они могли зарабатывать. Да, поможем им. И не надо такие вот сам прям себестоимость всю эту отдавать. Давайте поможем просто им реально заработать. У нас даже есть мечта, вот говоря об этом, в нашем человеке, кто шьет, они с женой шьет одежду для школ, вот для нас. Мы просто даем им зарабатывать и нам хорошо, и им хорошо. И наша мечта помочь им купить нормальные, хорошие швейные машинки, чтобы они могли поднять бизнес и обучить других женщин работать в цеху. И я мечтаю об этом. Это будет просто сик. И к слову, я вам хочу сказать, чтобы такой бизнес открыть, нужно всего лишь 700 долларов. Тоже никому не рассказывайте об этом. Шучу. А то сейчас американцы все предприниматели поедут бизнес в Кению открывать. Ну, как бы они там есть, американцы, но кто-то не так сильно открывают люди, потому что... Подумают, здесь 70 тысяч надо, а там всего лишь 700. Думаю, что просто сам быт, сам комфорт пугает людей, чтобы там сильно открывать бизнес. Ну да, червяки в полах как-то не очень. Коровий навоз на полу. Я думаю, что просто, когда Бог какую-то страну тебе посылает, особенно вот в эти страны, Он дает какую-то любовь к народу, потому что Он думает, как поднять этих людей. Бог об этом думает. И Он просто дает людям свое сердце, и говорит, пожалуйста, позаботьтесь о них, поднимите их. И дает идеи, дает определенные направления, видения, да. И мы просто это делаем. Ну, завтра мы в 9 утра еще, Оля, поговорим с Гунтерсом и с вами на тему именно женский труд, и покажем, что они делают. Конечно, я уже одела здесь на себя прекрасное украшение. Правда, может быть, не под эту кофточку, но мне очень нравится. Из бисера. Дорогие зрители, кто смотрит через Фейсбук, на мне прекрасное украшение ручной работы, которое сделано кенийской женщиной. Из Кипсонга. Из Кипсонга. Это один из сламов нашего города. Очень серьезных сламов, и оттуда мы привезли его. Очень интересная расцветка, очень интересная работа. Правда, я когда в руки взяла, оно мое. И я вот еще здесь приобрела кое-что. Завтра я одену на утренний эфир, обязательно, под белые одежды. Вот такое украшение. Сейчас я вам показываю через Фейсбук, можете увидеть. Просто великолепное. Я не знаю, это дерево, или ракушки, или что-то, или какой-то камень обточенный тоже, и бисер. И настолько все уникально. Мне кажется, что, ну, правда, это очень эксклюзивная работа. Я думаю, что те вещи, которые вы завтра еще покажете, они будут еще более эксклюзивными. Я надеюсь, что я смогу их привезти. Обязательно это попробую сделать. Да, нам нужно встретиться с одним из людей здесь, у которого есть небольшой запас. И эти украшения, что я завтра покажу, они будут, в принципе, предоставлены на продажу, как в помощь для женщин там в Кимии. Будут предоставлены на женской конференции, которые будут проходить в пятницу и в субботу в церкви. Мировая жатва? Мировая жатва. О, отлично. Да, я могу завтра даже дать адрес. Можно будет приехать. Обязательно. Побыть даже на конференции, одеть самый красивый наряд свой женский. Красивые цвета. Я, честно вам скажу, я когда увидела эти работы, Я обожаю эти качества моей жене. Вот я смотрю на неё, я вот как будто я её, как будто вот... Она всегда такая. Вот у неё всегда вот есть вот эта вот штучка такая. И я смотрю на это, и я просто обожаю. Вот честно. Признание в любви прямо в эфире, прямо сейчас от Гутерса Коли. Дорогие мужья, любите жен своих. Вот смотрите, как красиво ценят, ценят, любят друг друга, поддерживают друг друга. Это же на самом деле проверка такая. Вы не так давно в браке, вы уже родили ребёнка, ещё и миссионерами вместе трудитесь. Это уникально. Уже успели даже отдать двоих детей на небо. Да, так всё было уже. Мы уже всё прошли. Жаль. Совсем немного в браке, но многое прошли. Прошли вместе очень большой путь. Дорогие наши радиозрители, как говорят, или радиослушатели, зрители, которые через Фейсбук смотрят, посмотрите на позитив, посмотрите на любовь, которая в этих людях, посмотрите на вдохновение, которое они посылают. Завтра в 9 утра мы с ними увидимся. У нас очень много тем. На самом деле, конечно, хотелось бы коснуться ещё, как женщины взаимоотношения с мужем вообще в семье, потому что мне бы хотелось этого коснуться. Но думаю, не знаю, утренняя это тема или не утренняя, потому что те вещи, которые я слышала... Ну, под ночь точно это нельзя слушать. Лучше с утра немного, да, расскажем. Завтра утром в 9 утра мы будем вместе проводить программу с 9 до 10 утра. Вы можете подключаться, подключайте своих друзей, знакомых. Мы будем говорить женский труд. Что они делают? Как? Женщина-бизнес, женщина-семья, женщина-жена, женщина-мама. Какие роли? Мы сегодня немного прикоснулись только к этой теме. Совсем немножко. Поговорим вообще о доме, об устройстве, потому что, в принципе, это очень интересно, окунуться в эту культуру. Полететь туда, жить, извините, в мазанке, там, где коровьим навозом полномазан, не каждый готов. А вот послушать, благодаря Славик Фэмели, на волне 11.30 АМ, еще увидеть нас через Фейсбук, это ж такое милое дело, залить себе чайку с утра или кофейку, попыти на работу. Практически стопроцентная скидка. Ну да. Но на самом деле, я думаю, что мы покажем очень много интересной, ценной информации, дадим вам также услышать. Присоединяйтесь, вы время зря не потеряете. Я хочу просто добавить, наверное, в заключение, да, что, девчонки, скажу вам честно, я когда вот в Америке здесь что-то, какая-то мелочь происходит, там, или дома не такие удобства, как я бы хотела, или, там, кофеварка не так работает, как я бы хотела, или чашечка не такая, как я бы хотела. Я вспоминаю Кению и думаю, Ольга Петровна, наслаждайся счастливой жизнью в Америке, тебе еще возвращаться в Африку. Потом, дорогие, скажу, мы вообще живем в шикарной стране, в замечательное время, и если вы хотите немного экстрима, приезжайте к нам в Африку, тогда отношение к жизни будет супер изменено. Счастливые всегда и везде, да? Да, и везде. Хотите быть такими позитивными, и благодарные, потому что этот контраст, он сразу твой позитивчик или негативчик сразу приведет в порядок. Лозунг, значит, хотите быть такими активными, позитивными, влюбленными, как Олег Густерс, приезжайте в Африку. Еще один момент. Хотите потерять бесплатно вес? К нам в Африку. 20 килограмм, 21 килограмм я потеряла в Африке буквально за два месяца, да, Мила? Да. Супер! Я могу... И, к слову, я хочу сказать, что со мной произошло то же самое. Я по возвращении сюда, в Америку, я опять начал набирать... Мы не говорим причины. Я, я, да, мы... Да. Умолчим. Кто поближе хочет узнать? Завтра, завтра расскажем. Звоните по прямому номеру 916-728-8092. Как набрать и как скинуть? Как вернуть и как приобрести 20 килограмм от сердца к сердцу, да? От живота к животу, да? Нет, давайте уж лучше о здоровье поговорим. О том, как сохранить здоровье в Африке завтра. Потому что вода, какая там вода, еда. Вообще, это же на самом деле очень интересно. Мы же здесь смузи всякие кушаем. А там есть ли это вообще смузи? Крупы можем выбрать какие? Сразу отвечу. У нас нет там миксера, который мы можем сделать. А электричество там есть? Мы вообще прожили там 6 месяцев без холодильника. У нас холодильника нет. Это в Африке, где жара. Там много-много диких обезьян. Холодильник в магазине есть, Ксень. Но самая простая вот эта этажерочка, которую там, знаете, покупают в офисах, ставят. Он стоит 250 баксов. Туда кастрюлю борща невозможно поставить. И оно не сохранит. И оно не хранит. Тем более в жаре африканской. То мы посмотрели на это... Это морозильная камера. Да, это просто нужно какой-то нормальный холодильник, на который пока мы еще не можем... Я вам скажу так. Мы хотели купить холодильник. Он как машина 10 тысяч стоит. Он нет, он не 10 тысяч стоит. Он вот более-менее такой нормальный холодильничек. Он стоит 400-500 долларов. Ну, плюс-минус там, да. Полочка там больше, полочка меньше. Там сразу меняется стоимость. Так вот, мы почему, собственно говоря, этого не сделали? Потому что мы увидели, какие вообще сюрпризы нам преподносит Бог. Потому что после первого раза, когда мы увидели... Когда у нас была возможность, там была девочка, одна маленькая девочка, которая нужна была в течение вот буквально 48 часов ей нужна была операция, или она могла умереть. Ей было всего лишь... Три недели. Она была совсем крошечным ребенком. Когда мы вот увидели эту ситуацию, я сказал Оле, давай-ка мы потерпим холодильник, и мы потерпим все остальное. Потому что это было в самом начале. Потому что я сказал, если вот это, это красный флажок, так, что здесь еще кто-то такой будет. И давай мы лучше за эти там... Экстра деньги мы кому-то сделаем операцию, или кому-то поможем. И спасем чью-то жизнь. И так оно и было. И потом так оно и все и было. Так оно и все и было. Дорогие зрители, слушатели, если вы хотите поддержать и помочь нашу прекрасную семейную пару в поездке в Кении, в поездке в Африку, то что им там спать, им там есть, им там жить, им там стройнеть, и им там помогать людям. Молоденькие, красивенькие. Не, на самом деле, им там помогать делать операции, строить школы, поддерживать этих женщин, обучать, трудиться, работать. Это работа. Тем более вы едите на 5 лет. На 5 лет. Поэтому, дорогие наши зрители и слушатели, если у вас расположено сердце, вот как расположено, решите сами. Завтра еще Оля здесь будет с Гунтерсом с 9 до 10 утра. Утром вы можете подъехать прямо в студию. А захотите, свяжетесь с Гунтерсом напрямую. Если вы захотите помочь книгами, обувью, финансово, молитвенно, да как угодно, вот захотите к ним присоединиться, подписаться на их страничку. Это будет супер. Поддерживать через PayPal, возможно, вы захотите. Поехать с нами. Поехать с ними, помогать развивать и строить школы, которые они планируют. Пожалуйста, запомните номер телефона сейчас. Можете также подъехать завтра на Slavik Family с 9 до 10. Мы будем здесь, дивизионы 172. Мы на втором этаже клиники Pacific Hyropract Wellness Center. Многие знают, куда нужно обращаться после аварии и где лучшие специалисты. Поэтому вы можете приехать сюда и также их поддержать, если вы захотите финансово или книги, обувь. Вот не знаю, ваше личное дело. Вы можете это сделать от себя, как для Бога. Это ваше сердце. И мы не будем вас никак взвешивать. Это только для Бога. Никто не будет взвешивать, вы принесли обувь или вы поддержали молитвенно. Это ваше расположение. Будьте с нами на Slavik Family. Гунтерс, скажите свой номер телефона и мы пойдем общаться дальше. Да, значит, еще раз мой телефон 916-728-8092. Это код Сакраменто. Номер... Второй раз, медленно. 916-728-8092. Спасибо. Нам постоянно говорят помедленнее, помедленнее. Поэтому я уже всех своих соведущих, гостей уже учу очень медленно говорить. Да, и также в отношении хэштегов еще раз на Ютубе... Не на Ютубе, а на Фейсбуке Go with Christ, Go with Mission. Это два хэштега, по которым возможно найти фотографии, видео. Вы можете добавляться в Фейсбуке, в друзьях. И так же связаться с нами. Или же... Или же вот по телефону, который уже был упомянут. Спасибо за ваше время сегодня. Спасибо. Все уникальные. Спасибо всем. Спасибо вам. До завтра. Алексей, за вашу идею. Всем благословения. И пускай что-то удивительное, чудное после нашего вот общения Бог произведет в ваших сердцах и в наших тоже, потому что наша жизнь это обмен жизнями друг с другом. Всем вам благословений. Да будет так. С Богом. Благословения вам. Продолжение следует...